всех приветствую продолжаем знакомиться с персонажами мифологии по книге кто есть кто составитель Бетти Рэдис дополняя какими-то данными из википедии из интернет Авл Виттелли римский император в апреле декабре 69 года в год четырех императора при Юлиях Клавдиях сделал политическую карьеру занимал должности квестера претера консула и проконсула Африки в конце 68 года император серви сульпицы Гальба назначил его наместником Нижней Германии Уже 1 января 69 года в легионах обеих Германии Нижней и Верхней начался мятеж и 2 января Авл Виттелли был провозглашен императором Его поддержал ряд других западных провинций Виттелли направил на рим две армии во главе с Авлом Сицины Алиеном и Фабием Валентом Которые в апреле в битве при Бедриаке одержали победу над сторонниками нового императора Марка Сальвия Аттона Последний покончил с собой, а его войско и сенат присягнули на верность Виттелли Авл прибыл в Рим в середине июля 69 года Вскоре он узнал, что наместник иудея Тит Флавий Веспасиан провозгласил себя императором и получил поддержку всего востока Легионы перешли на сторону мятежников и вторглись в Италию Во второй битве при Бедряке в октябре виттеллианцы были разгромлены Когда враг приблизился к Риму, Виттелли вел с ним переговоры, изъявляя готовность отказаться от власти и получить пощаду В конце концов, флавианцы заняли Рим с боем в декабре 69 года Виттелли был убит В одной из версий, Виттелли сразу же отрекся от престола От него сразу отвернулись все приближенные даже слуги Но мирным путем все не закончилось Императора схватили за волосы и вытащили из дворца Ему связали руки за спиной, а к горлу приставили острый меч Полу голову Виттелли протащили по городским улицам на форум На протяжении всего пути в его адрес сыплись насмешки и оскорбления Он даже не мог опустить голову вниз, так как его подбородок упирался в острие меча Римляне кидали в него навоз и обливали помоями, называя обжоры Люди высмеивали внешний вид Виттелли Перед казнью Виттелли сказал «А когда-то я был вашим императором» Вот так вкратце о Виттелли римском императоре Пока-пока, до свидания Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok